В мире могут учредить премию за лучшую практику по сохранению и развитию родных языков. Такое предложение озвучили на третьем Евразийском женском форуме. Инициатива принадлежит представителям народов Ханты, Манси и послу доброй воли ООН по промышленному развитию. В форуме активное участие приняла Наталья Комарова. Под ее представительством состоялось заседание Международного дискуссионного клуба. Какие темы сегодня больше всего волнуют прекрасную половину человечества, разбирался Тимур Чешков. Промышленность, гендерное равенство, сохранение здоровья, развитие экономики и цифровизации – основная тема женщины в построении стабильного и безопасного будущего. Ключевую роль тут играют вопросы экологии. И в их решении важно слышать именно женский голос. Ведь кто, как не женщины, смогут сохранить наш общий дом? На стратегической сессии единственный российский губернатор женщина рассказала об опыте Югры по сохранению природы. По оценке Всемирного банка, кстати сказать, наш регион признан лидером среди регионов, где добываются нефть и газ в части решения вопросов с утилизацией попутного нефтяного газа. По оценке специалистов, Хантамансийский автономный округ имеет хорошие показатели экологичности, несмотря на промышленную добычу углеводородов. А по словам участников стратегической сессии, опыт Югры – хороший пример для всего мира. То, что госструктуры поддерживают такие экологические начинания, это очень важно, крайне важно для всех производственных предприятий. Внедрение зеленых технологий – это довольно-таки дорогостоящие предприятия, и такая поддержка просто необходима. И то, что делает губернатор для вашего региона, стоит следовать этому примеру. Развитие регионов мира во время пандемии и постковидный период обсудили на площадке дискуссионного клуба. Его участницы – губернаторы, главы городов и парламентарии. 200 женщин из 8 стран мира. Их цель – развитие международного сотрудничества и расширение возможностей женщин во всех сферах жизни. Больше 200 проектов, которые инициированы женщинами из нескольких десятков стран мира. Мы договорились, российская сторона, с агентством стратегических инициатив, с тем, чтобы они в своей смарт-теке разместили наши материалы, наши проекты. У нас есть возможность дальше сотрудничать, то, что мы подписываем резолюцию, и то, что Наталья Комарова поднимает этот вопрос на высший уровень, на ОН уровень. Так что я думаю, что это самое важное, что будущее – это не останется только на дискуссии. Так, один из проектов, который предстоит реализовать – инициатива народов Ханты, Манси, а также посла доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Вероники Пешковой по учреждению премии за лучшую практику по сохранению и развитию родных языков. Стоит отметить, что в следующем году стартует объявленная ООН Международное десятилетие языков коренных народов. Тимур Чешков, Вести, Югория, Санкт-Петербург.